И к чему, да и к кому я обращаюсь? Ну, прежде всего, я обращаюсь к вам, мои уважаемые зрители. С глиобластома я уже прожил 6 лет. И с этим же заболеванием я обращаюсь к тому, кто в действительности меня спас. Леонид Давыдович Сак, работник медсанчасти комбината. Теперь уже одно из подразделений управления медицинских услуг города. Он задал вопрос, смогу ли я прожить это время. Да, я это дело прожил. И я с большим уважением отношусь и к Леониду Давыдовичу Саку, и к Валерию Кацу. Потому что это замечательные профессионалы. Они делают то, что должно быть. К слову о том, что я посмотрел, как была сделана операция. Ну, по сути события, она могла бы быть сделана немножко другими вещами и по-другому. Потому что я сразу же, когда поехал в Челябинск, где я решил пройти радиообследование, радиолечение, я взял себе ноутбук и все это дело, естественно, посмотрел. Как-то так получается, да? То есть, по сути события, такая операция 45 минут длится. Голова человека не отключается. Но у нас было немножко по-другому. Три с половиной часа и полтора литра чужой крови во мне. Клево. Когда я задал уже вопрос к Кацу, говорю, почему? Он говорит, ну, ты же понимаешь, Алексей. То есть, оборудование тамошнее, это даже не российская штука. Теперь возникает другой вопрос. Я люблю наших качественных врачей. Безумно их люблю. И дай бог, чтобы они жили и работали. И это было для них. И для вас в том числе. Другой вопрос, когда есть медсестры. Вот они почему-то не понимают, что уровень зарплаты их никак не может быть. Даже рядышком с уровнем врачей. Потому что вы должны понимать, что порядок цифр, он немножко другой. Потому что врач, он работает, и врач, он понимает, что если он что-то накосячил, это будут у него большие-большие проблемы. У медсестр такого не существует. При мне медсестры уложили одного пациента на тот свет. Просто выдернув аппарат искусственное обращение легких. Вентиляция легких. Ну, это при мне было. Клево, да? При мне эти медсестры хотели, чтобы я сдох. То есть я прекрасно понимаю врачей, которые хотели бы, чтобы я продолжал жить. Я не совсем понимаю тех самых медсестр, которые себя вот таким образом колбасит. То есть давайте все-таки определимся. Вы для чего сюда пришли? Вы сюда пришли зарабатывать деньги? Хорошо. Вы заработаете, хоть и небольшие деньги, но по сути событий. Если бы это был Советский Союз, да, то это была бы бюджетная структура. А так, извините, подвиньтесь, и я, и все платят налог, из которого вы и работаете. Поэтому с большим удовольствием относитесь к нам, господа мои. Медсестры, естественно. Все остальное это просто изумительно. К сожалению, рано или поздно надо понимать, что новых людей не очень много-то и пришло. То есть год 73-й, год, в который я родился. Когда я закончил институт, всего два человека пошли в врачебную практику. Из них только один остался. То есть представляете, да, а что было потом, когда все понимали о том, что, ну, медицина-то как бы, ну, не самая продуктивная часть семейного пополнения, семейного бюджета. Все куда-то в другие места пошли, да. И вот сейчас, когда эти люди уйдут на тот свет, мы будем реально попадать. А это произойдет в течение ближайших пяти лет. К слову о том, что у нас вообще как-то не положено думать обыкновенных человек, которые это дело и финансируют. То есть я не противник помощи. Это нормальное явление. То есть помощь, она должна быть. То есть мы можем сказать спасибо человеку, который нас спас. Почему нет? И дать ему финансы. Я считаю, что это абсолютно нормальное явление. Не надо мне рассказывать сказки. Примерно то же самое делает и другой представитель. Самый лучший представитель. Вот только помощь там немножко другая. Из-за чужой счет. То есть я не против того, что квартиры, там, дома. Вот все остальное. Возникает вопрос. Если это те 300 человек, миллиардеры, как вы думаете, они за вас пойдут работать? За вас они пойдут жопу рвать на войне? Нет. Денежки в другом месте. Они просто слиняют. Вот в чем проблема. А кто за вас пойдет воевать? Думайте сами, господа мои. Теперь вопрос возникает в следующем. То есть в скором времени у нас уже не будет врачей должного уровня. То есть по сути событий. Что нас с вами ждет? Я подозреваю, что только получается, ну пункт номер один. До пенсии вы 100% не доживете. Это понятное дело, да? То есть когда у нас приподняли пенсионную рамку, я так и не доехал. То есть, ребят, вы, наверное, пенсионную рамку приподняли для кого? Вы внимательно посмотрите и обратите мысль. В каком месте, где еще в таких жестких условиях человек существует? Да залезьте вы элементарно. Это же обыкновенная штука. Любое интернет-издание, любой портал, евроньюз. Посмотрите, где холодно. Ну посмотрите, где холодно. Зимой гляньте, а. Холодно где? Только на территории Российской Федерации. Поэтому мы и мерзнем. Для того, чтобы мы жили спокойненько, нам больше удовольствия нужно. А так, представляете, да? Мы замерзаем, нас еще чуть раньше говорят, что на тот свет пойдете. И пенсии вам не будет никакой. Теперь возникает другой вопрос. Как это дело провести с другой стороны? А сейчас мы про это будем говорить. По одной простой причине. Процедура заболевания раком, она есть везде и всюду. И в большем количестве, чем это было в то самое время, когда я только родился на свет. Потому что при мне в то-то время никто от рака так и не умирал. Представляете, да? Почему это случилось? Вот это возникает проблемка. А давайте определимся, и как ее решать-то можно. Можно ли ее решать вообще? Я думаю, что в принципе, если включить голову, то решать ее можно. Ну, мы пойдем в то место, которое вам говорит. Покупайте всякое говно и жуйте его. Сейчас я туда и проеду. Неплохо, да? Ну, что вы видели, я пришел с задней части этого замечательного торгового комплекса. Под названием «Континент». К слову о том, где этот комплекс находится, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То есть, я прекрасно понимаю, что город Магнитогорск... Это... Ну, вы должны понимать, да? О чем идет речь. Город Магнитогорск – это металлургический город. В любом металлургическом городе отношение к экологии, ну, весьма такое странное. Потому что, ну, вы представляете, да? Если это черный металл, то мы не будем говорить о том, что у нас все хорошо. Но давайте определимся. Есть такой город, такой же черной металлургии, называется Нижний Тагил. Так вот, Нижний Тагил, он располагается в тайге. Приезжаете к нему... Да, у него, конечно, не три конвертера, а... 12, насколько я помню. Вот, как-то так. Но когда к нему приезжаешь, когда город в тайге, ты получаешь другое удовольствие. То, что такое Магнитогорск? Это город в предстепии, ну, в предгорье, да? То есть, мы о чем будем говорить? О том, что в городе Магнитогорске крайне и сильно не хватает кислорода. Того самого замечательного кислорода. Где этот комплекс построен? Он построен в том самом месте, в месте нашего отдыха. Да, в смысле, это даже не место отдыха. Здесь, по сути, событий... Ой, когда погода-то нормальная, да? Ну, вот. Ну, сейчас немножко это дело пройдет, да? Без разницы, собственно говоря. Снимать шапку-то я не буду, потому что чуть-чуть немножко выздоровел. Здесь были легкие нашего города. Это был замечательный парк. Я... Нету здесь ничего, как вы представляете, да? Все повырезано. То есть, передо мной бегают девушки. Девушки бегать в городе Магнитогорске нельзя. Ни в коем случае. Потому что, вы представляете, да? Здесь должно было быть облегчение вашего дыхания. А такое-то и не присутствовать. Поэтому, если честно, то бегать необходимо где? Дома. Для этого есть беговые дорожки. Есть ли они у вас? Другой вопрос. Скорее всего, нет. Вот этот срач, который я здесь представляю, это тот же срач, который внутри. То есть, вот там магазин Магнит находится, да? Без разницы. Магнит, пятерочка, монетка. Что там еще? А, спар. Давайте определимся. Вот. Вы, наверное, этого не помните. Я-то помню. Я-то помню. Когда магазинов было достаточно и неплохо. Они давали нам возможность есть качественные продукты. Ага. Хотя тоже не все было, естественно, качественно. Но, зайдя в то время, в тот магазин, я вам скажу, что водки было всего три сорта. Один сорт рома. Пиво замечательное, семидневное. Колбаса. Два или три сорта. Хорошая колбаса. Вот. Сосиски тоже были, естественно. Рыба также была. Это было как раз в 1980 году. А вы забыли, да? Так вот, перед вами стоит человек, которому сейчас 46 лет. Я прекрасно помню то самое время и тот момент, когда при слове коммунизм, при социализме, естественно, основная часть работы делалась на здоровье нации. И мы ели очень хорошую и качественную пищу. К слову о том, что мы и не срали. Столько скоро сейчас-то срем. По одной простой причине все это дело, ну, рано или поздно увозилось. Пластика не было в таком количестве, да? Вот. А бутылки мы просто сдавали. То есть, представляете, да? Все было очень хорошо. Единственное, чего не хватало. А не хватало, к сожалению, туалетной бумаги. Тогда вытирались газетками. Да, была такая ситуация. Но, тем не менее, общие показатели, общее количество жизни меня лично радовало. Когда я выходил вечером из дома, в смысле, домой заходил и по дороге. Вот. Дедушки, 55 лет, которые получали пенсию по горячему стажу, спокойненько занимались и резались в нарды. Ну, или тогда это была немножко другая штука под названием домино. Да, 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 да. Было все круто и хорошо. И я своим ключом открывал три двери в моем подъезде. Никаких замков и дверей железных не было. Это было хорошо. Очень хорошо. То, что сейчас. Вот вы зашли в это заведение. Да, любое. Теперь вопрос о той самой колбасе. В тот самый момент, в 80-м году, я пошел в школу. В 33-ю, естественно. Лучшую мою школу. По крайней мере, мне она тогда в большей степени и нравилась. Может быть, она нравится и мне сейчас. Но, к сожалению, что-то не получается. Ну, так ладно. То есть, нас, конечно, кормили сосисками. Да, естественно, сосисками кормили. Только после того, как они отваривались, они становились стандартного серого цвета. Да, дорогие мои, да. Раньше необходимо было бы сосиски варить, а не использовать подкопченную шнягу. То бишь, давайте определимся с кровью и со всеми остальными делами, да. То есть, у нас, да и у меня, и у вас везде, естественно, есть кровь. Кровь стандартная красного цвета. Но при малейшем нагреве, даже не сильно большом, выше температуры, там, 50-70 градусов, кровь становится, ну, она немножко чернеет. И вы наверняка пробовали ту колбасу, кровяную колбасу. Так вот, она была, естественно, черного цвета. Но аромат был просто изумительный. Этого сейчас не существует. Сегодня, сейчас вы берете себе в огромных количествах такую бурдемагу. Под названием селедки, сосиски, сардельки и колбасы. Но давайте все-таки определимся с тем временем, когда мы жили, да. В то время, когда мы жили, Челябинская область кормила, ну, большую часть России, естественно. Ну, и себя, естественно, кормила. Только мы не понимали, куда вот эти наши штучные стада одеваются, куда поросята наши одеваются. Так мы кормили, получается, еще и все страны Варшавского договора, да и не только. Неплохая ситуация была, да. Хорошая ситуация. Сегодня и сейчас мы кормим себя, да, да, да. Но сегодня и сейчас мы не кормим себя, мы уничтожаем то, что нам дано Господом Богом. К слову, если бы не Господь Бог, я бы, естественно, не жил бы. Это первоначально. Потому что если бы не Господь Бог, Он бы не дал мне возможности жить. Но об этом чуть позже. Я в другом месте, где мы будем говорить про антибиотики, про это дело-то расскажу. А все остальное, что вы здесь едите? То есть бешеное количество сортов водки. А оно нормальное, нет? Сорты вина, которых вы не знаете. Пиво долбанное, говеное, чмошное. И вы это пьете. А после этого вы мне не говорите, что вы раком не болеете. Вы болеете раком. Да, 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 да. Теперь другой вопрос. Про урожаи наши замечательные. Так вот, я вчера посмотрел Евро-Ньюс. Это было 28 марта года, так, 2019-го. И вчера в Евро-Ньюс сказали, что такая штука, то ли ротбан, то ли шняга такая. Красный цвет. У нас везде и всюду оно поливается, заливается. Она неплохая штука. То есть получается, вы обработали этим красным цветом, жидкостью с красным цветом клубни. И потом уже колорадских жуков нет. Но в принципе, наверное, это неплохо. Но в принципе, это и есть плохо. Потому что этот красный цвет, он привел людей к раку. Да, 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 вчера. Показали, что вот эти всякие конторы, которые типа навороченные, оказывается, ну, никому ничего не нужно. Всем только нужны бабки ваши, господа мои. Вы не понимаете, что ли? Вы не понимаете, необходимо к этому делу относиться. То бишь, я также вчера вечерочком, также 29-го числа вечерочком, да, в 11-м часу, рамкоровскую колбаску купил за 90 рублей. Так она стоит вообще-то 160 рублей. В другой сети, естественно, это не магнит. То есть базовая цена это 75 рублей за 0,03-граммовую колбаску. То есть давайте определимся с ценой вопроса. С ценой вопроса, с ценой вообще то, что там в этом говне есть, в любом говне. Вот вся колбаса, которая есть, это чисто говно. Не верите? Я расскажу. То есть качественное мясо, оно идет куда? То есть качественные свинины путем внедрения всякого чеботухи, блин. Это, естественно, такие вещи под названием окорока, ребрышки. Вот это все штука для вас. А, это грудочка, да-да-да-да-да, филейная часть. Вот это все делается на отдельную продажу, которую вы потом уберете. Примерно то же самое с говядиной делается. Ну, как вы прекрасно понимаете, продуктов из говядины у вас не так уж и много. Внедряется туда еще и курица. Опять же, давайте поделимся, какая курица внедряется. Курица вот этих. Сейчас расскажу, что такое. То есть стандартная курица делится, отдельно продается грудка, которую вы пытаетесь кушать. Отдельно продается филейная часть, которую вы пытаетесь кушать. Отдельно продается... А, что там еще? А, крылышки, да? А все остальное, вот эта вся чебатуха, прессуется и в эту самую колбасочку впиндякивается. То есть, по сути событий, я когда ездил в прошлом году, или в позапрошлом году в Москву, ездил я с одной женщиной. Она, конечно, мне все это дело и объяснила. Она говорит, сроки окупаемости продуктов питания. То есть, если вы, допустим, захотели сделать и хорошо заработать деньги, и купить себе птицфирму, она у вас окупится через год. Свиноферма у вас окупится через два года. Почему такая ситуация? Потому что она мне так и рассказала, помнишь, Алексей? Ножки буша. Приезжали к нам тогда, ножки буша. Вот, шестимесячные ножки буша. Потом их закалывали, естественно, и нам отправляли. Вот. Сегодня сейчас наши окорочка, вот уже четырехмесячные окорочка, они все напичканы антибиотиками. Также очень хорошо напичканы антибиотиками свинины. То есть, вы должны понять, да? То есть, если раньше антибиотики просто вас лечили, то сейчас как они могут антибиотики лечить, если антибиотиками, в том числе пенициллином, да и со всеми остальными тараканами, кормятся вот эти... так как бурдумага, которые вы кушаете клево, да обокакаться просто. Другой вариант, другой вопрос, да? Вот. Сейчас будет еще интереснее. Картошка, свекла, морковь. Это из тех вещей, которые все нормально. Да, я ничего не буду говорить про кукурузу, про подсолнечное масло. А, есть такая еще штука, а вы наверняка любите, да? Пшеница твердых сортов, да? Так вот, насколько я понимаю, я сейчас этим делом и занимаюсь, то есть я сейчас, конечно, тоже понятно, что в этом году никакого раундапа там не будет, мне это не нужно вообще. Харе. Ничего-ничего, я этих уберу потом. Хватит. Ну, понятно же, да? То есть я обыкновенно такой же человек, как и вы. То есть никаких тараканов нет. А все остальное, в остальном частях, это и есть химия. То есть, если вы не помните, а наверняка вы вспомните, то есть вы должны понимать, что если вы высадили картошку, там есть такая штука интересная, под названием сорняки, да? Есть такая штука? Есть. С сорняками так же долбится все подряд. И свекла, и морковка, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. И фасоль, и горох. Вот. В нормальных условиях. То есть у вас в саду-то это же есть, правильно? Вот. А вот почему-то там, где все это дело продается для вас, сорняков нет. Это с чего такое вознелыкло? Я еще не видел ни одного человека, который ел бы такая штука под названием семена пшеницы. Ну, обыкновенная пшеница, да? Я еще не видел ни одного человека, который перед посадкой пожрал бы эту штуку. Она вся в химии, все остальное в химии. К слову о химии, да? В свое-то время, вот, были пилоты самолетов. Ну, время-то немножко другое было, да? Вот. Но лучше всех, круче всех, зарабатывали обыкновенные андушники. Да-да-да-да-да. Летом эти андушники брали в большом количестве сельхозхимии и по полям. Вау! И зарабатывали вот такие бабусики. Вот такие бабусики они зарабатывали. И тогда, да и сейчас мы жрем все это говно. Ну, в тот-то момент мы не так часто его ели, потому что, вы же прекрасно понимаете, ну, не каждый мог есть, да и не хотелось, хлебушка. Вот в основном-то там он и был. Потому что все остальное химии, по сути дела, не обрабатывалось. То есть, если вспомним нашу замечательную молодость, ели мы то, что делали сами. То есть, картошка, свекла, морковка, капуста, это мы выращивали, это мы делали. А вы сейчас покупаете это что? Вот этих, на этих. Сезонные распродажи товаров после урожая. А там нету химии? Да ну не рассказывайте мне сказки. Так же, как нету химии в этих помидорах, в этих огурцах, в этой бруснике, в этих. В общем, вы должны понимать, что я вот в эти магазины уже не захожу. По одной простой причине, я же вам уже объяснил. Цена вопроса. Если мы говорим про цену вопроса, о той самой колбасе, ну, рамкоровской, да, то она здесь, для них, это 75 рублей. Даже при продаже за 90 рублей, они все равно себе 25 зарабатывают. Понимаете? Все сделано из говна. но первоначальная цена вопроса 160, а то и 200 рублей. Вау! Неплохой бизнес, да? Неплохой бизнес на наше уничтожение. Да крутой бизнес по сути событий. А теперь вернемся к тому, без чего мы сейчас практически не сможем жить. Да, 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 да. Это? Это аптека. Сейчас мы туда и проедем. Итак, тема весьма интересная. Тема какая? Тема такая, что нас, по-моему, везде имеют. Да, 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 да. Везде имеют, реально. То есть, когда мы говорим о магазинах, вы понимаете, что там брать-то нечего, а вы там тратите деньги. А другая тема тоже интересная, красная и красивая. Так везде у нас аптеки. Обращаясь к году, так, 1980-му, аптеки были только одни. И все стоило абсолютно недорого. Вы сейчас в аптеки зайдите и так, приофигите от этих целей. То есть, я так прекрасно понимаю, что аптеки и сетевики, которые продают нам всякую бурдемагу, это те же самые дела. То есть, либо вы здесь потратите там бешеное количество денег и ничего не получите, либо в сетевиках возьмете еду и тоже ничего не получите. Нормальное явление? Я считаю, что это ненормальное явление. Вот. Мало того, как бы, если мы будем говорить про аптечную сеть, да, то есть, давайте все-таки вернемся на круги своя, к нашим врачам, которых, судя по скорому, то и не будет вообще. То есть, представляете, вы пришли к какому-нибудь там фельдшеру, который получил образование. Кстати, он может и не получить образование в высшем институте. Нет, не обязательно. он может получить в другой структуре, где нету такого опыта общения. И фельдшер вам скажет, что вы ничем не болеете. Я вам еще раз говорю, был я в Индии, был я в Турции. Так вот, в Турции некоторым педагогам, в смысле не педагогам, в смысле врачам, которые занимаются лечением вашей онкологической заболевания, морду прямо бьют. Просто приходят люди, бьют морду. Поэтому там все как-то немножко по-другому. То есть, там все объясняется, доказывается, показывается. В России этого не существует. То бишь, давайте все-таки определимся. Если вы в состоянии аффекта, а такое иногда случается, когда, представляете, вы пришли с мамой или с бабушкой или с папой, и ему сказали, что у вас рак, и вы выживете за три секунды или завтра просто сдохнете, я не понимаю. У вас не бывает состояния аффекта? У меня бывает. Накатил по морде, врезал, да и все. Ребят, давайте все-таки нормально к этому делу относиться. То же самое и здесь, допустим. Вот эти самые антибиотики, которые везде, и всюду, легко и дешево продаются. Азитромицин. То есть, он лечит болезнь, да любую практически, если у вас на горло что-то хлопнулось. Да, этот азитромицин строит там дешевле, чем здесь, естественно, в разы. Только сегодня, сейчас нам он должен продаваться по рецептам. То есть, вернемся на круги своя, да, к тем самым товарищам. Ребятушки, давайте все-таки не будем тараканиться. Я в 10 раз, еще раз, сто раз говорю, что, то есть, есть у нас такая контора, да, в Москве находится, да, где люди получают какие-то бешеные деньги. И где эти деньги, они зачем-то отрабатывают. То есть, каждый день они должны нам что-то новое сделать, то, чего нам и не нужно по сути событий. Это нам не нужно. Когда у нас был Советский Союз, они собирались-то, ну, там не сильно много и не так часто, да, все было ровно и красиво. То, что сейчас творится, я вам честно говорю, вообще ничего хорошего не существует. То есть, каждый день как-то нас колбасит, колбасит и колбасит. То же самое и здесь. То бишь, если мы хотим купить то, что просто везде и всюду продается легко, нам необходим рецепт. Вы ничего там не офигели? К слову о том, рядом с какой конторой я нахожусь? Да с такой же. Я ничего не буду говорить, но по сути событий, я не сильно хочу, чтобы нас имели. Я этого не хочу. Да-да-да, господа мои, да-да-да-да. А вы про это-то и забыли, да? Ну, зря вы, кстати, про это забыли. потому что я не люблю обман. Вообще ненавижу. Мало того, давайте определимся. То есть, вы решили ездить на автомобилях. Да, хорошая тема. Но количество людей, которые будут вам их ремонтировать. И вот в этом смысле мы тоже втыкаемся в обман. Сколько раз такое было? И обратите внимание, моя программа Автостоп, да? Просто посмотрите, много ли там сервисов? Да их нету в природе. Потому что количество людей, которые могут машины ремонтировать, это все, человек, блин, 1-2% из всего населения города, которые реально могут ремонтировать машины. Все страны это делать не умеют и не хотят. К слову о том, что я уже вам продемонстрировал, что нас везде обманывают, везде хотят, чтобы мы жили меньше, некачественнее, сдохнуть и побыстрее. А мне этого не хочется. Я работаю, во-первых, для вас, уважаемые жители города Магнитогорска, да и вообще жители России, естественно. Мало того, я надеюсь, что это рано или поздно посмотрит мой сын, когда он немножко вырастет и, дай бог, он поймет, что то место, где мы живем, это не совсем айс. Мягко так скажем, это совсем не айс. К слову о том, что 29 число, 30 января, о, 30 марта года 2019 сегодня оказалось, что я реально попал. То есть у меня была самая замечательная машина, которая была при приобретении всего 7 лет. Она работала и продолжает работать до сих пор. Ну вот тоже, отдал машину, поменяли провода, сгорела полоработка, сгорел управляющий блок, сгорели. Кошмар, конечно. Я реально попал на бабки. Но в связи с тем, что я реально попал на бабки, я объясняю ситуацию. этими руками и этой головой я, в принципе, с детства владею. То есть вы не должны понимать, что тот говнюк, который с вами беседует по телевизору, да, он ничего не умеет. Да нет, господа мои, автомобилями я занимаюсь очень-очень давно. Вот. Голков так с трех лет, когда я первую папину машину расколбасил. В смысле, не совсем расколбасил, коресо проколол. Ну, дело-то было. В 10 лет я уже конкретно занимаюсь. Чуть раньше, где-то лет 7, может быть, 6, я уже занимался велосипедами. То есть, ну, я такой, неплохой парнек-то. Мало того, как бы, 4-5 баллов по уроке труда в школе это тоже было неплохо. К слову о том, что я не видел еще ни одного мужика, у которого таких баллов бы и не было. К слову о том, что все, что я делаю сейчас с машиной, делаю лично своими руками. То есть, я никому не обращаюсь. Вот только по коробке автомат обратился и вот так мы их наколбасили. А теперь расскажу об одной вещи, о которой вам необходимо знать. Ну, чтобы вы поняли, да, что работа не только для меня, не для сына моего, она и для вас, естественно. То есть, для всех тех, у кого есть машины с передним приводом или с полным. Везде, всюду у вас есть такие шарниро-рулевые ускорения, шрусы. Вот. Иногда такое случается, что шрусы начинают иногда брякать. Так вот, господа мои, я вам продемонстрирую на этой машине, что не надо шрусы менять. То есть, вам уже эти говнюки, к которым вы обращаетесь, начинают проезжать. Как только началось небольшое похрустывание, самый простой вариант, аккуратно все это дело разобрать вы сможете. для этого придется поработать головой, естественно. Взять себе запорные снятия рулевых наконечников, есть такие штучки хорошие, вот такие. Все продается, все стоит, абсолютно недорого. Вот. Аккуратненько сняв шрус, убрав старую смазку, целиком. Не надо там ее сильно-сильно промывать, просто как есть возможность, только и уберите. Потом забейте новую, и все, и граната перестает хрустеть. Неплохо? А то. Вот вам такой прикол от программы автостоп, дом милого дома, ну и всего того, что в этой голове находится. К слову о том, что я никогда не говорю подписывайтесь. Я не хочу это делать. Зачем мне это нужно? Вы и так должны понимать, что рано или поздно существует немного людей, которые работают для вас. Теперь, когда мы говорим о том, что находится за моей спиной, эти гаражи, в которых вы и не пользуетесь, я вам объясняю. Процедура доведения вашего гаража до состояния, в котором вы можете ремонтировать автомобиль, это не такие большие деньги. Это всего лишь, вот обратите внимание, чуть-чуть дальше. Человек спокойненько на переднюю створку нанес обыкновенные листы пенопласта, закрепил их. Это никаких проблем не возникает у вас. Пена есть везде и всюду. То же самое можно и на крышу немножко проложить и с боков. Потом поставить хорошую качечную печку, которую вы можете топить либо дровами, либо еще чем-то. И вот вам то самое удовольствие, где вы можете и машину починить и получить удовольствие от самой процедуры общения. И, конечно, вы это будете делать не торопясь, но, тем не менее, результат будет весьма интересен. Вы получите результат. К слову о том, что если вы будете смотреть мои передачи, это будет не только результат этого общения. мы вам реально покажем, как вы можете деньги сэкономить. И, насколько я помню, время Советского Союза, моего любимого Советского Союза, главный принцип там был такой. Экономия должна быть экономной. И тогда получится все. Так и можно сделать. И понты ваши, понты ваших автомобильных дел забросьте. Не в этом есть счастье, поверьте мне.